Ранним утром на столах в группах детского сада номер 247 расцелит цветы. Да не простые, а луковые. Всюду чеснок, работает бактерицидная лампа. Тема занятия тоже чесночно-луковая. Жизнь была бы нелегка у людей без чеснока. Как зеленый наш аптекарь, он для всех прекрасный лекарь. Обширный план противовирусных мер утвержден и уже в действии. Дети отлично осведомлены. Главный враг вирусов – чистота вокруг. А потому мытье рук увеличено в разы. Так же, как и обработка помещений. Больным детям хода в группы нет. На вооружении медработника оксалиновая мазь. Что делать с этим тюбиком, малышам рассказывать не надо. Опыт уже имеется. Пересматривается питание детей в этот период. Почему? Акцент делается на те продукты питания, которые повышают иммунитет детей. Вводится ежедневное применение лука, чеснока, соков, витаминизация третьего блюда. Урок математики в четвертом классе. В списке 30 учеников. За партами 28. Уже к первому уроку информация о заболевших детях лежит на столе у директора. Но в 11-й школе поводов для беспокойства нет. На больничном меньше 5% от всех учеников. Незамедлительно информируются родители, если выявляются ребята с признаками такого заболевания. Вызываются родители, отправляется ребенок в оздоровительное учреждение. Но у нас мы немножечко защищены, я считаю, потому что две трети учащихся и 100% сотрудников у нас привиты. Под конец января всегда отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. И этот год не исключение. В поликлиниках пациентов стало больше в два раза. Но ситуация под контролем, уверяют специалисты. Общая эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории Уссурийского городского округа за третью неделю 2016 года оценивается как напряженное. Проводится мониторинг за инфекционной заболеваемостью ОРЗ и гриппом. А также введением ограничительных мероприятий в отношении приостановления учебного процесса в образовательных учреждениях при достижении 20% порогового уровня. К тому же профилактические прививки, которые делали от гриппа осенью, оказались очень действенными. Штамп патогенного гриппа H1N1 полностью совпадает с формулой вакцины Гриппола. Но и меры предосторожности не будут лишними. Если посещают люди такие общественные места, то надевать маску. Либо увлажнять слизистые оболочки носа. Есть мази противовирусные, оксалиновая мазь в частности. Либо сейчас продают спрей на основе морской соли, морской воды. Все образовательные учреждения округа держат ситуацию под контролем. Рекомендован масочный режим. На сегодняшний день порог заболеваемости в школах и садах очень низкий. В нашем округе готовы идти и на крайние меры. Приостанавливать образовательный процесс, если того потребует ситуация. Но пока поводов для паники нет. Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов, Телемикс. Продолжение следует...